На ВЭФ-2023 Дальневосточный Центр Искусственного Интеллекта подвел итоги работы за год с момента основания. Результаты лично оценили президент, председатель правления СБЕРа Герман Греф и ректор ДУФУ Борис Коробец. Так, экспертам удалось успешно разработать несколько уникальных проектов. Одно из самых значимых достижений – система мониторинга тропических циклонов. Данная программа входит в общую систему МЧС России. Мы разработали совместно со СБЕРом данную модель, внедрили и апробировали ее. И нашим следующим шагом на следующий год у них является улучшение качества прогнозирования движения тропических циклонов. А также, как я считаю, еще более важная задача – это прогноз области формирования и зарождения тропических циклонов с последующим прогнозом их предоносного воздействия на территорию Дальнего Ростова. Также в Центре работает над моделью оптимизации функционирования морского порта. Программа способна определить наилучшее место для размещения груза. Глава СБЕРа предложил разработчикам включить в модель и систему управления движением транспорта и людей, потому что из-за отсутствия регулировки в этой сфере также возникают очутимые потери. А третий проект Центра – система мониторинга популяции амурских тигров. Обратились в СБЕР. И первые тесты показали, что есть шансы получить через короткое время достаточно эффективный продукт, который решит все наши проблемы. В рамках презентации были представлены первые успехи Сахалинского Центра Искусственного Интеллекта, открытого в этом году. Герман Греф поблагодарил разработчиков, отметив важность того, что они делают. Нет ни одной специальности, которая может существовать в будущем без цифровой компетенции и без работы с большими данными искусственного интеллекта. Поэтому я хочу ребят поблагодарить всех. Талантливых ребят огромное количество. И вот на Сахалине мы видели, они потрясающие разработки делают уже. Но наша задача – всячески поддерживать. Отметим, что Дальневосточный Центр Искусственного Интеллекта занимается широким спектром задач от анализа регулирования искусственного интеллекта в мире до разработки решений на его основе. Анна Дьякова, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.